Добрый вечер, Игорь. Здравствуйте. Спасибо, что пришел. И мне было важно, чтобы мы вот с тобой в эфире здесь встретились, потому что мы начинаем опрашивать людей по поводу итогов года. И хорошо, что с тебя начинаем, поэтому рассчитываю, что программа будет интересной. Я тоже рассчитываю. Ну вот смотри, ТОН всему в этом году задали парламентские выборы, именно с них. Начались все процессы. Вот тебя лично, их итоги обрадовали, огорчили, озадачили или еще какие-нибудь формулировки? Ну для меня эти выборы были интересны в первую очередь с точки зрения, что впервые в Молдове была введена смешанная избирательная система, и ясно было, что недостаточно времени было проверить, как работает эта система, провести какие-то тесты. И меня очень интересовало, если она не сдаст сбой. Ну по большому счету можно сказать, что этот экзамен, этот тест удался. Ну конечно есть кое-какие ремарки, в том числе и у правых партий, которые говорили, что эта система была не в их пользу, они конечно имеют свое право на мнение, но по большому счету выборы проводились как по спискам, по партийным спискам, так и в каждом округе в отдельности. И прошли достаточно нормально. Если не считать, опять же, буду акцентировать внимание на этот факт, что использовался очень сильно админресурс именно той партии, которая была на той этапе в власти. А вот итоги выборов, когда увидел, вот понял уже, какой будет парламент, что за люди войдут. Ну итоги можно было прогнозировать, по большому счету. Демократическая партия, конечно, если бы она не была у власти, ее результат был бы значительно ниже. Не 30 мандатов, я думаю, что были бы всегдашние в районе 20 мандатов, они всегда так набирали 15-20 мандатов. Но в этот раз и за счет смешанной избирательной системы, и за счет того, что они были у власти, и не делили власть ни с кем, им удалось поднять где-то на треть свой рейтинг. Так, опять-таки, партия социалистов, если бы против них, я это не один раз замечал, если бы против них не использовались определенные технологии, конечно, бы социалисты могли надеяться на минимум на 40 мандатов, то есть на 5 больше. Правые партии тоже могли бы получить чуть-чуть больше, потому что смешанная избирательная система была не в их пользу. И когда я говорю про правые партии, я имею в виду партию госпожи Санду и партию господина Анастасия, то есть блок АКУМ, для некоторых сюрпризом был результат партии ШОР, что эта партия прошла в парламент. Для меня это не было сюрпризом, потому что они работали таргетированно с определенной частью электората, и это можно назвать его условно-социальный электорат, и все эти проекты, которые они внедряли, не могли не иметь отдачи. И поэтому для меня было ясно, что в районе того процента, который они набрали, они так и должны были набирать. Какими оказались наши партии? И особенно, я даже акцентирую внимание, политическая элита. Какую бы ты оценку мог дать их действиям? Смотри, ведь это были не только, не одни выборы у нас были, если говорить о том, что за год итоги. Элита, наша политическая элита проявила себя больше в период после выборов, чем во время выборов. Именно я имею в виду те практически 4 месяца, когда шли эти дискуссии, 3-4 месяца, когда шли эти дискуссии, переговоры по созданию правящего большинства. И это позволило судить о том, насколько взрослые с политической точки зрения являются наши политические элиты. И меня поразил тот факт, что понадобилось столько времени, чтобы найти компромиссные решения. Ясно было, что вариантов, по большому счету, не так уж много было. А почему тебя это удивило? Прости, перебью, потому что у нас же это национальный спорт. У нас, когда формируется коалиция, то весь максимальный срок, который отведен для этого законом, как правило, партии используют. Меня, например, не удивило, что так долго. Ну да, они обычно тянут. Это было и после предыдущих парламентских выборов. Но в этом случае, по-моему, состояние дел было намного проще. Ведь ясно же было, что социалисты шли на выборы с лозунгом, что власть надо менять, что с той властью Молдова не имеет ни настоящего, ни будущего. Тот же самый лозунг был и у блока АКУМ. Что им мешало с самого начала отвести все подозрения на второй план, для меня это было непонятно. Почему был устроен цирк в течение почти двух месяцев, когда был своего рода конкурс красоты аферт, если можно так сказать. У кого предложение окажется получше, чем у другого. И когда делались такие предложения, рассчитывали в первую очередь на то, как отреагирует электоратник, как отреагирует партнер, возможный партнер по диалогу, кому они адресовались публично. Вот с этой точки зрения я считаю, что было потеряно очень много времени. И это в конец сказалось и на эффективность той коалиции, которая в конце концов была создана 8 июня. То есть если мы будем говорить о том, что была мирная передача власти, то особо так вот если разобраться, то хвалить не за что, так? Не очень зрело. Особо мирной передачей власти нельзя назвать. Не было столкновений у нас на площади, как, кстати, угрожали, что может быть. Вот с этой точки зрения хотелось бы отметить, что некоторым политическим лидерам хватило ума, хватило политической зрелости, и они поняли всю серьезность ситуации. Если вспомнить, где-то, если я не ошибаюсь, на 16-е или где-то так, неделю после того, как была создана новая власть, правые партии, блока КУМ, социалисты собирались вывести своих сторонников на улицу. И в тот же день выводила своих сторонников, решила вывести своих сторонников на улицу и демократической партии. Это когда развязка уже должна была быть. Это был кульминационный момент. Я считаю, что если бы блока КУМ и ПСРМ не отозвала бы своих избирателей, не отменили бы свои публичные акции, объявленные заранее, то ситуация могла бы выйти из-под контроля. Мы не раз прошли через это. Ничего хуже не бывает, чем разделить общество на две части и столкнуть эти оба-два лагеря в открытой конфронтации в центре города Кишинев. Это был наихудший сценарий. Я отмечу еще раз, что, слава Богу, хватило им ума и политической зрелости хотя бы части из них отозвать. А как повела себя вторая часть, мы все помним. Там разные птицы летели через забор президентуры. Лозунги разные кричали с высоких трибун. Обвинения, уголовные дела заводились и так далее. Говорят, что угрозы были даже. Угрозы. Физического устранения оппонентов. Шантаж присутствовал, насколько мне известно, из моих бесед с людьми, вовлеченных в этих процессах. То есть все это, к чему я упомянул? Нельзя сказать, что совсем цивилизованная передача власти была. Это была вынужденная передача власти. И, кстати, такое было и раньше в Молдове. Я что-то не припоминаю, чтобы от власти кто-то отказался добровольно или в какой-нибудь цивилизованной форме. Всегда есть эксцессы, если можно так сказать. Ну, вспоминаю только… Не, ну давай вспомним с тобой 2001 год. Да. Президент Лучинский встречал на пороге президентуры президента Воронина. Это было цивилизовано. Это один из немногих таких случаев. Да. В остальном не слишком-то вспомнить такие случаи. Соглашусь, но с поправками. Да. Ну, смотри, если мы говорим о политиках, политической элите даже, конечно, есть о чем говорить в плане того, чтобы поругать, похвалить. А вот избиратель. Меня, например, это волнует с некоторых пор даже гораздо больше. Потому что ведь у нас как не принято говорить, что избиратель проголосовал как-то не так. Вот, да. Что имеется в виду? Не совсем он голосовал бескорыстно, не совсем он голосовал там сердцем, да, а какими-то другими, значит, мотивами мог руководствоваться. Вот смотри, прошедшие много избирательных кампаний, наученные горьким опытом, видевших наших политиков как угодно. Их уже снимали у нас везде, да, этих политиков и показывали как угодно. Он как-то изменился? Вы знаете, я всегда недоумеваю, когда политики выдвигают какие-то претензии к избирателям. Избиратель такой, какой он есть. И он есть такой, по большому счету, в том числе и из-за политиков. Все политтехнологи вам скажут, которые понимают толк в этом деле, что у каждого политика, когда он начинает свою карьеру, когда он начинает свой политический проект, есть два пути. Первый путь — это идентифицировать, понять, какие ожидания есть у избирателя и попытаться сделать такие обещания, которые бы понравились избирателям. И второй путь — это попытаться привить свои принципы, свои ценности избирателю и своего рода воспитывать его. К сожалению, большинство, я не говорю, в Молдове есть и политики, которые прививают свои ценности избирателям. Но большинство политиков, большинство партий предпочитают идти по более легкому пути. То есть они просто идентифицируют те ожидания, которые есть, и делают те обещания, которые ожидает от него избирателя. От этого страдает качество избирательной массы, если можно так выразиться, в Молдове. И поэтому избирателю не дают развиваться. Потому что ему говорят, «Ты просто скажи, что ты хочешь, а мы тебе это наобещаем». Это как в том анекдоте. Нашему народу столько наобещано, а ему всё мало и мало. Вот так же получается и у нас. Не дают, а он хочет развиваться, сам избиратель? Ну, вы знаете, избиратель по своему, по своему, я не знаю, характеру, он ленив. Или, если чтобы никого не видеть, невосприимчив к таким изменениям. Что это означает? Избиратель занимается политикой. Не как в странах с развитой демократией каждый день. Там они наблюдают за политикой, занимаются политикой, вовлечены в разные политические процессы, даже если это не партийный процесс. Каждый день. А у нас избиратели интересуются политикой, в особенности в канун выборов и во время выборов. Очень редко в период после выборов. По большому счёту, избиратель не интересуется политической жизнью. Те, которые занимаются политикой, они занимаются ею каждый день. А избиратель, он так. Только время от времени интересуется политикой. И для этого политики должны, должны как-то, я не знаю, иметь специальные программы, в том числе, которые имели бы в виду воспитание избирателей. Потому что в процессе этого воспитания появляются новые электоральные ниши, которые политики потом могут использовать в своей деятельности. Хорошо, давай вот вернёмся к тому, что произошло в июне. Потому что, на мой взгляд, оно требует какого-то отдельного рассмотрения и отдельных выводов. Ну, вот эти события, как бы ты их квалифицировал? Это был краеугольный какой-то камень в новейшей молдавской истории? Либо всё-таки это был один из важных эпизодов понижевого уровня? Что это было? Это был беспрецедентный акт в молдавской политике. И надо отметить, что впервые партии, почти за три десятилетия существования Молдовы как государства, впервые партии сумели преодолеть ну, иллюзорные рубежи, скажем так, геополитические рубежи и объединиться во имя чего-то. Я уже упомянул, что и ПСРМ, и блок АКУМ, они утверждали, что в условиях, когда у власти в той или иной форме останется демократическая партия, Молдова лишена настоящего и будущего. И никто не верил, что эти две партии могут объединиться. Ведь по существу это партии, которые, ну, силы, политические силы, потому что блок АКУМ там две партии, по две разные стороны политической арены. Принято считать, что социалисты — это партия левой ориентации, которая больше ориентируется на Москву, а блок АКУМ — партия правой ориентации, которая больше так смотрит на Евросоюз, или можно так сказать. И если в определенный момент эти партии взяли на себя определенные риски, потому что это были большие риски, избиратели их могли бы не понять, почему были прецеденты. Да, да, да. И они не понимали. Например, партия Рожки, да? Да, да, партия Рожки не понимала. Да, и избиратель не понял в конечном. Да, и не только партия Рожки, и другие партии прошли через этот процесс. И вот эти две политические силы блока АКУМ и ПСРМ взяли на себя смелость и все риски, исходящие оттуда. Эти риски потом оказались оправданными, потому что мы видели социологические опросы, которые показали, что партия социалистов не потеряла свой сегмент электората. Наоборот, она даже набрала, если судить по последним опросам. Не знаю, если то же самое можно сказать про каждую из отдельностей партии, состоящих в блока АКУМ, но блока АКУМ в целом тоже не потерял. То есть избиратели поняли то, что произошло 8 июня и период после этого. И с этой точки зрения, конечно, это очень ценный прецедент для молдавской политики. И я думаю, что он не раз будет востребован в дальнейшем. Потому что мы уже увидели первый эффект этого прецедента. Он проявил себя на выборах мэра Кишинева, когда тоже впервые проголосовали не по геополитическому принципу, а именно по принципу профессионализма. Ты думаешь, это станет традицией? На местных выборах. Я думаю, что это серьезный шаг к тому, чтобы на выборах вообще и местные, и парламентские, и президентские выборы геополитические факторы имели меньше значения, чем до сих пор. Хорошо. Если ты начал говорить о геополитическом факторе, то давай вернемся к формированию коалиции, к тем временам. И что? Многие говорили, что это беспрецедентно, это здорово, что наконец-то консенсус великих держав. И прошло совсем немного времени. И по признанию представителей нынешней власти, мы уже не можем говорить об этом геополитическом консенсусе. Тебе не кажется, что мы его как-то переоценили? Ну, он был востребован на том этапе, и он дал максимальный эффект на том этапе. Впоследствии все-таки вышли наружу другие аспекты, в том числе и политический эгоизм. Не побоюсь этого слова, потому что иначе нельзя назвать то, что произошло потом. Ну, соперничество между партиями, это, конечно, тоже сказало свое слово. Сказало свое слово и результаты в правлении страной, которое взяло на себя в пропорции, наверное, 90% блока КУМ на том этапе. Все это, конечно, сказалось, но что бы ни произошло, важно, на самом деле, то, что было 8 июня и неделю спустя после этого, когда формировались органы власти и происходила передача власти. Геополитический... Ну, к сожалению, да, если можно еще одно маленькое уточнение в этом контексте. Я считал, что геополитический фактор после 8 июня вообще должен быть сведен к минимуму. Я сам сторонник взвешенной внешней политики Молдовы, потому что Молдова страна маленькая, но мы не можем позволить себе встревать в этих войнах, в этих соперничествах между великими державами, вообразить себя партнерами той или иной великой державы. Мы маленькая страна, и мы должны проводить взвешенную, сбалансированную внешнюю политику. И после 8 июня появились реальные возможности для этого. И мое сожалению состоит в том, что, по большому счету, то этот факт потом был сведен практически к минимуму. То есть ты хочешь сказать, что великие державы были к этому готовы, а наши, местные партии, когда на них свалилось это неожиданное счастье, это я называю счастьем, они оказались теоретически не готовы, и все время как-то с опаской к этому относились. Ну да, но с маленьким уточнением, что не все партии оказались не готовы, а некоторые из них. Я рискую здесь, конечно, навлечь на себя критику часть правых партий. Я сам являюсь сторонником европейской интеграции, я это не скрываю, и сторонником правых партий. Но вынужден сейчас признавать, что социалисты вели себя намного более по-взрослому, что ли, с политической, то есть с более большой ответственностью подходили к этому вопросу. Потому что эти 4 месяца, сколько там правили вместе АКУМ и ПСРМ, представители ПСРМ с тем же удовольствием ходили и в Брюссель, и за океаном в Вашингтоне, в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, и в Москву. В то же время для меня было непонятно, почему бывший премьер Санду вроде бы говорили столько раз, что она собирается в Москву, она так и не доехала до Москвы. Это с одной точки зрения мы наблюдали, что великие силы мира всего, Россия, США, Евросоюз, вроде бы одобрили какой-то консенсус по Молдове. Вроде бы в Тишиневе огласили принцип взвешенной, сбалансированной внешней политики. Вроде бы часть коалиции, которая правила Молдовы, следовала этому принципу, а вторая часть все-таки не хотела идти до конца. И это очень сильно повлияло на эффективность данного принципа. Ну хорошо, как вот по твоим ощущениям, когда Майя Санду приняла это решение, это такой просто уточняющий вопрос, получается, что она не прислушалась к мнению ни Соединенных Штатов, ни Европейского Союза. То есть она такая смелая или она просто позволила эмоциями, каким-то вот таким моментом эмоционального, скажем, характера взять вверх над логикой, здравым смыслом и железными твоими принципами? Ну вы знаете, Майя Санду наступила на те же грабли, что и мы в 2013 году. Я не побоюсь признавать вину той команды, в которой состоял и я в то время. Вы знаете, когда когда ты имеешь определенную политическую ситуацию, ты должен вести себя более ответственно. Почему? Для меня непонятно, кто принимал это решение, с кем советовалась госпожа Санду. У меня сложилось впечатление, что члены правительства не до конца были в курсе того, что она хочет делать, даже в момент, когда это ставилось на голосование. Конечно, из лояльности, из солидарности они проголосовали. Была ли проведена какая-то оценка политических рисков или рисков для страны? Сомневаюсь. Я не думаю, что было. Были ли какие-то консультации с внешними партнерами, которые столько вложили доверия? В эту коалицию? В эту коалицию? Извините, это не в один день решало. Сомневаюсь, потому что после того, как госпожа Санду взяла на себя ответственность и практически обрекла на гибель правительства, которой она руководила, мы увидели, что в правительство пришли и посол Евросоюза, и посол США. Видимо, они сами были в шоке. Это мое предположение, но, извините, не каждый вечер толпятся послы главных сил мира на пороге правительства, чтобы понять, что происходит. По-моему, и я думаю, что мы получим подтверждение в ближайшие месяцы. По-моему, госпожа Санду увидела, что даже в условиях летнего периода и осеннего периода ее правительство не сумело справиться с самыми простыми задачами. И они поняли, что просто не способны вывести страну из зимнего периода с хорошими результатами. То есть это был просчитанный все-таки шаг, учитывая... Я думаю, когда у тебя 12 мандатов депутатов и тебе дают практически всю власть в стране, ты не можешь так играться с шансами, ты не можешь так в открытую шантажировать, провоцировать твоих партнеров по правящей коалиции. Это была провокация чистой воды. И я констатирую этот факт с сожалением. Я работал в одной команде с госпожой Сандой и я опять повторюсь... Понаслышке, да? Да, я знаю, как работают эти механизмы изнутри. Но это было по меньшей мере то, что она сделала, по меньшей мере ребячество, скажем так. Но так не поступает. Но не на этом этапе и не на таком уровне. Ну вот смотри, за этот год, если мы с тобой подводим итоги года, то дважды, нет, трижды, если за весь год у нас менялся состав правящей, я не знаю, там, ну, не коалиции, как хочешь назовем, да? Вот какой был для страны все-таки состав оптимальнее? И вот у нас все время такой будет спор, когда говорят, что в странах с не очень развитой демократией лучше бы, чтобы это была коалиция разной силы. А для Молдовы тоже вот какая коалиция не коалиция, а форма вообще правления вот лучше, когда монокоалиция, либо когда, значит, какие-то несколько политических сил формируют это. Ну, естественно, когда... Моносилы даже, скорее, да. Несколько политических сил, это, конечно, вариант самый хороший, я не скажу, что самый эффективный и самый стабильный, но самый хороший, хороший с точки зрения демократии, потому что он подразумевает взаимный контроль. И тем более, что когда такую коалицию создают партии, которые занимают противоположности, скажем так, и, конечно, контроль очень сильный в этой ситуации. И какая политическая конструкция для Молдовы самая... Ну, если взять, к примеру, то, что произошло в этом году, то, конечно, мы могли бы сказать, что коалиция с участием демократической партии. Но демократической партии без Влада Плохотнюка, потому что то, что произошло в последние годы, поставило демократическую партию в уникальную для себя позицию с тех пор, как эта партия существует на политической арене. Они существуют с 1997 года, уже больше, чем 20 лет они на политической арене. И если 20 лет им удавалось сохранить свой, я не знаю, прославленный центризм и всегда решать в период после выборов, ну, за исключением периода, когда страной правили коммунисты, в какую сторону... Ну, они всегда шли тогда на право, вот сейчас впервые налево пошли, да? Поддержав правительство. Я напомню, что в 98-м году они предпочли союз с правыми партиями. Потом с 2009 года всегда с правыми. Я же тебе говорю, впервые пошли налево. Впервые, впервые, впервые пошли на союз с левыми силами. так. Я скажу так, если бы не было Влада Плохотнюка, то после выборов, парламентских выборов этого года, то предпочтитель была бы коалиция с участием демократической партии. Либо это союз между демократической партией и блоком АКУМ, либо это союз между демократической партией и ПСРМ. Но в условиях, когда было сделано демократической партией и руководством то, что было на нем последние два года, то, конечно, лучшая коалиция могла быть только между АКУМ и ПСРМ. Но с одной оговоркой, что не могли составляющей блока АКУМ взять на себя 90% правительства. Это было ненормально. ПСРМ уступило только для того, как я понимаю, чтобы избавиться от Влада Плохотнюка и от влияния его формирования на политические процессы, на состояние дел в стране в целом. Но если бы была создана коалиция 50% ПСРМ, скажем так, и 50% блока АКУМ, то, конечно, и об эффективности, и об стабильности этой коалиции могли бы говорить совсем в других словах. Спасибо. Ну вот смотри, когда такие перемены, то задумываются ведь еще и о форме правления. У нас, то, что у нас, как у нас политики говорят, у нас парламентская республика. Я неспроста строю так фразу. Политики говорят, что у нас парламентская республика. У меня, например, лично есть очень много вопросов. Вот, как это на самом деле. Ну вот, пройдя через такие перипетии, как вот в этом году, для тебя какой вывод сам собой напрашивается? Что для МОДОВа лучше? Ну, для МОДОВа лучше смешанная форма, скажем так, как полупрезидентская и полупарламентская. Я всегда говорил о том, потому что МОДОВа еще не доросла до того уровня демократии, до того уровня политической культуры, чтобы быть, до того уровня даже политической ответственности, чтобы быть чистой парламентской республикой. В то же время, если президентскую форму взять за начало, то возникают определенные риски для МОДОВской демократии. Нельзя забывать ни в коем случае, что МОДОВа имеет определенное прошлое, и это прошлое наложило свой отпечаток на развитие общества. Поэтому у нас, если можно так сказать, я не знаю, как на русском, точнее перевести, перевести, ну, у нас, скажем другими словами, у нас общество ориентируется, скорее всего, на персональную ответственность, чем на коллективную. С этой точки зрения, конечно, некоторые политики могут сказать, что лучше президентская форма правления. Возможно, лет через 10 мы придем к оптимальному варианту, президентская, парламентская, но пока что я считаю, что смешанная полупрезидентская, полупарламентская, это то, что нужно Молдове. Нельзя, нельзя иметь всенародно избранного президента и давать ему такие полномочия. Да. Поэтому я говорю, что у меня очень много вопросов, к чему мы пришли. С другой стороны, и парламент тоже избирается всенародно и нельзя превратить Молдову в чисто президентскую республику. Поэтому единственный логический вывод, который напрашивает, что в сложившейся ситуации полупарламентская, полупрезидентская республика это то, что Молдове нужно, хотя бы как промежуточный вариант. Вот эти моменты как сказались на экономике страны? Потому что это первое, что волнует наших избирателей и неспроста. все к лучшему? Нет, к сожалению, к сожалению, правительство, которое у нас было у власти с июня до ноября, к сожалению, мало уделяло вопросов экономике. Я попытался увидеть хоть какие-то прогрессы, попытался быть более оптимистичным и даже подготовить кое-какие свои тезисы для себя во время своих публичных выступлений, чтобы быть более объективным. Но, например, я вспоминаю заявление господина Бронзана, бывшего министра экономики, что гуляли где-то 400 миллионов каждый месяц, пропадали в карманах представителей демократической партии. Где эти миллионы? Никто... В карманах демократической партии. Ну хорошо, в демократической партии нету власти. Где миллионы? Господин Бронзан обязан хотя бы сейчас дать ответ, потому что он поднял очень высоко планку. И сейчас очень многие люди спрашивают себя, я еще являюсь писателем и встречаюсь регулярно со своими читателями, но они не только мои читатели, они и избиратели. И они, кстати, этот вопрос мне задают. Где 400 миллионов? и предположения там не совсем в пользу тех, которые были у власти. Госпожа Санду заявила, что она нашла схему, как там, я не знаю, фамилия, была замешана семья бывшего премьер-министра, чуть ли не в монополии на рынке грецкого ореха. Да. Ну где? Ну покажите. Вот вы нашли схему. Вы ее... Ну она, можно сказать, наверное, не успела. Когда она обвиняла господина Филиппа, о нем идет речь, то она действительно громкие заявления делала. Одно маленькое уточнение. Она говорила, что есть секретный документ. Секретный документ рассекречивается в рамках одного заседания правительства. Что за четыре с чем-то месяца нельзя, если есть что-то. То есть такие громкие заявления или я не знаю, я не видел, вы спросили про экономику. Давайте я более точно так отвечу. Ну, никого, надеюсь, не обижусь, по-еврейски отвечу. Вопросом на вопрос. У нас многонациональная страна, все в порядке. Меня, кстати, тоже считают евреем. Ну так, друзья, называют в шутку, так что по подходам. Ну, я скажу так, сформулирую такой вопрос. Разве за четыре с чем-то месяцев нельзя было хотя бы создать рабочую группу, которая начала бы работу над стратегии по привлечению инвестиций? Так, сколько для этого надо? Это один день можно создать такую группу и начать процесс. Его нет. Разве за четыре с чем-то месяцев нельзя было создать одну рабочую группу для разработки стратегии по развитию молдавского экспорта? Вот это реальная экономика. А вас, наверное, послушала бы госпожа премьер-министр и сказала, хорошо, господин Волнитский, вот вы видите такие моменты. А я вам одно могу сказать. А скажите ко мне, пожалуйста, при ком еще, каком премьере так быстро отреагировали международные финансовые организации? Посмотрите, когда я стала премьер-министром, что говорили представители МВФ, Всемирного банка, а румыны опять же как говорили, что деньги готовы, сейчас уже так не говорят. Вот так примерно. Ну давайте, раз вы заговорили как госпожа Санду, я вам отвечу. Я пытаюсь соблюсти все точки зрения. Я думаю, госпожа Санду я бы ответил так. А это было в 2009 году. Я работал в том правительстве в течение месяца. Мы тогда начали работу 25 сентября. И в конце октября на основе разработанной нами программы по стабилизации и возрождению экономики мы взяли всех партнеров по развитию. МВФ, Всемирный банк, БРД, МБРР, всех пригласили в Шато-Вартель. Я считаю, что это не реклама, просто это историческое место, где было историческое событие. Если что, урежьте потом из программы. Вот в это заведение пригласили их, скажем так. С утра до вечера мы им представляли нашу программу. Они делали записи. В конце рабочего дня каждый из них по отдельности вышел с премьер-министром страны и устроил маленькие брифинги. Я был модератором этих брифингов, поэтому я знаю. Брифинг... То есть ты говорил, да? Да. Потом в подвале брифинги были, но не среди бутылок. Там был подвал такой. Ну то есть они до того, как эти бутылки откупоривали, я понимаю, делали декларации. Это тоже важно. Ну это уже другой вопрос. Это важный вопрос. Очень важный. Шестой всегда самый важный. Что произошло после этого? Я вам напомню несколько конкретных дат. В конце января Молдова получила не какие-то 20-30, 490 миллионов долларов от МВФ. Программу подписали. Ну подписали пораньше, но она была тогда одобрена, потому что не созовешь внепланово борд МВФ. Они тогда собирались. В течение каждого, почти каждой недели, каждого месяца приходили месседжи. Одобрена такая и такая сумма. И мы подвели черту 23 марта 2010 года. Спустя полгода после прихода к власти внимание, сумма, речь не идет там о каких-то десятках миллионов, 2,6 миллиарда долларов. 2,6 миллиарда. Это было беспрецедентно. 4 месяца, пару десятков миллионов и 6 месяцев, я так суммирую, 2,6 миллиарда. Я надеюсь, что вам, как адвоката госпожи Санду, ответил. Я бы ей тоже самое ответил. Хорошо, отвечаете логически, да? Тогда вопрос по Конституции, это мой личный вопрос, уже не от госпожи Санду. Меня лично вот это волнует. Вот скажите, то, что произошло у нас с Конституционным судом, я считаю, что до конца вот из того позора, который мы наблюдали, мы, наверное, еще не вышли. Этот вопрос сейчас как раз обсуждается. Я говорю о мере ответственности членов Конституционного суда. Меня, например, это очень волнует. Вот Конституция, Конституционный суд, вещи, понятия, которые должны быть уважаемыми в любом правовом государстве. Вот за этот год то, что произошло, и главное, то, что произошло потом, оно добавило вот этого самого уважения со стороны граждан Республики Молдова. Вы знаете, как себя ввел Конституционный суд в период событий, особенно в июне, этих важных для Молдовы событий, это, конечно, ниже любой критики. Не зря потом они все подали в отставку. Не зря Венецианская комиссия высказала. Не зря потом решения этого Конституционного суда отменялись новым составом Конституционного суда и так далее, и тому подобное. То есть это был краткий курс, как себя не должен вести Конституционный суд в стране с такой молодой и нестабильной демократией, как Молдова. Конечно, это ставило очень сильный отпечаток на имидж суда в целом. И поменять только состав недостаточно. Я думаю, что для нынешнего состава Конституционного суда очень важно понять, что тот имидж «Живый удар», который был нанесен заведению в целом этому институту, очень важному институту власти, потому что Конституционный суд единственная инстанция в стране, чьи решения не подлежат обжалованию. Даже решения президента подлежат обжалованию, даже решения парламента, правительства. Это орган высшей юрисдикции страны. И этим сказано все. Да. И поэтому нынешнему составу Конституционного суда нужно акцентировать внимание на имидж. Нужно улучшить имидж. Поменяли состав. Да, там другие люди, но осадок-то остался, недоверие осталось. Мне кажется, что нынешней власти будет очень сложно в каком плане, что они должны будут прививать то самоуважение у всех нас, у граждан Республики Молдова, которые были к Конституции, к ее служителям, к тем, кто работает в сфере. Ведь не зря же у нас правовая реформа. Это значит о том, что у нас вообще в этой сфере, мягко говоря, есть много проблем. Игорь, чему должно научиться наше общество, прожив вот этот политический год? Я думаю, что общество должно понять, насколько важно участвовать в политические процессы. Потому что недостаточно проявить себя во время выборов. Очень важно, как я говорил чуть раньше, по-моему, в начале передачи, как в странах с развитой демократией следить за действиями политиков. И каждый раз в той или иной форме, потому что демократия позволяет обществу осуществить эффективный контроль над политическим классом. Не важно, кто у власти, кто в оппозиции, общество должно вести свой эффективный контроль над всем политическим классом. Если бы этот вопрос задали мне, я так вот сейчас тоже, я тоже хочу на него просто ответить. Мне кажется, что главный урок, который должны вынести представители нашего общества, это избиратели, которые понимают, насколько важен их выбор. А все чиновники должны понять одну очень важную вещь, что в этом году произошло то, о чем их все время предупреждали. Вот путем вот этой передачи власти, того, что было потом, они поняли, что обязательно настанет время, когда то, когда ты нарушаешь закон, когда то, когда ты берешь взятки, когда то, что ты делаешь вообще непотребные вещи, ты обязательно за это будешь наказан. Это не останется безнаказанным. И мне кажется, что вот уже дальше с следующего будет развиваться время люди будут думать, вот смотри, мы тогда были уверены, что ничего не будет, а вот пришли люди и сказали, будет, не нарушайте. Кто бы вам не говорил, как бы вас не заставлял, будете вынести за это ответственность. И вот для меня лично, мне кажется, это главный урок, который все должны усвоить. Правда, я соглашусь, но с маленьким уточнением. это урок для политиков, в первую очередь, для политиков, что ничто не вечно. И сколько бы не верили, что Аграрий вечный у власти, Снегур и Лучинский вечный, потом демократ, которые правили страной до 2001 года, Диаков, Матей, Рожка и другие, потом пришли коммунисты, потом Фила думали, что он вечный, потом Плохотню, вообще считали, что здесь чуть ли не пожили. Я не ожидал, что все, ничего не будет. Ничего не вечно. Вот это самый главный вопрос. Если политики это поймут, они наверняка будут вести себя по-другому. Благодарю тебя за эту беседу. У меня будет еще несколько таких вот бесед на тему итогов года. Но мне было интересно с тобой, интересно, как будут отвечать уже следующие мои гости. Спасибо, что пришел. Всегда с тобой как-то интересно и познавательно. Редактор субтитров А.Семкин